Это не слон, ребят, это не слон, это знаете чё? Это муравьед, Коля, вы поняли, да? У него так тоже хоботочек такой. Это, ребятки, бизонты. 16,4 на 360 альфы заряжает. Понимаете, 40 секунд перезаряда. Это дичь полная. АМБТ, ребятки. Я его в рандоме разок видел. Единственное, что я про него знаю, что это АМИР, АМИР, системы дозарядки. Ты издеваешься надо мной. Это АМИР, системы дозарядки, да? Это АМИР с системой дозарядки. Ну, это новый танк, да. Тяжелый вроде даже. Посмотрим, что за машинка такая. Эстеха? Угу, эстеха. Так, что за танк такой? Ну-ка, дай-ка настроим его, посмотрим, что из себя данный агрегат представляет. Кстати, ух ты, а что у него так все плохо со скоростью заднего хода? Хрена себе. Маскировка-то неплохая. Я, может быть, даже и маскировку поставил. Не быть у него так все плохо с задней скоростью, да? Так, ну, допустим. Ну, допустим, стрельба и... Допустим, фулл стрельба, допустим. Мария Лаврова, спасибо большое за соточку. Допаек, маскировка и давай расходку на вентиль. Смотрим, что у нас по итогу получилось. Средний урон. 360, это средний танк. Так, средний урон. Средняя бронепробиваемость. 215 базовым подкалибером. Кстати, говорят, 1278. Голдовый полторы тысячи летит. Прекрасно. А голдовый сколько? А голдовый 278 пробивает. Да зарядка, ребят. 16,4, 12,9, 10,3. Охренеть. Это... Ну, короче, я понял, что это. Эд Бизонто, ребят. Бизонто 45Т, только средний танк. Все, что нужно знать. Это, ребятки, Бизонто. 16,4 на 360 альфы заряжает. Понимаете? 40 секунд перезаряда. Это дичь полная. 10 секунд на 360 альфы. Сколько между тычками? Трешечка, да? Ядрить тебя за ногу. Это слишком долго. Минус 9. Хорошие углы. Время сведения достаточно долгое. Надо смотреть на стабилизацию. Точность 0,3. Учитывая, что я поставил вентили. Учитывая, что я поставил прицел. Плюс расходку на вентили. Это плохой разброс. То есть, ожидалось... Я ожидал лично, да, то, что мы выйдем. Так, прочность 1300. Бронирование корпуса 70 миллиметров. Бронирование башни 250, да? Ну, что-то как-то надо сотреть, что 250. Я видел, что там особо не 250. Время ремонта ходовой 4,7. Так, уделка, уделка 18,4. В принципе, нормально. Максималка слабенькая. Сорокет и задний ход очень плохой. Так, неподвижная машина. Обзор 4,48 метров. Блин, ну что-то посредственный танк какой-то, если честно, ребят. Если честно, что-то... Ну, выглядит реально посредственно очень. Прям вот Бизонто только еще хуже, судя по характеристикам. Ну, типа танк новый, надо брать. Ну, нифига, у меня все серо, слышь. Вот это, вот это выпало 3,5,7. Нормально, оставляем. МБТ, блин. Я 5, сработала, слушай. Сработала. Нифига, у него какая область под башней, ты посмотри. Для слон какой. А, не-не-не-не, слышь, не слон. Смотри, у него какая дудка на этой, на пушке. Это не слон, ребят, это не слон. Это знаете что, это... Это... Муравьед, кори, вы поняли, да? У него так тоже хоботочек такой, в котором он засасывает муравьев. Тупо засос муравьев происходит. Лючок большой, да? Ну, короче, и кругового бронирования в башне нету. 250, говорят. Но надо смотреть, что по маске? Надо смотреть, что по маске? Огромнейшая, картуннейшая НЛД. Просто нереально неадекватных размеров. Я не знаю, ребят. Что-то танк... Конечно, выглядит прикольно, да? Блин, альфа 360. Мало, капец. Мало, 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 мало. Не знаю. Что-то мне не нравится ТТХ машина. Но надо, конечно, забирать. Спасибо, Егор. Спасибо тебе огромное. Еще разочек. За 40, за 20, за 100. Леточку от души. Мышь. Какая-то мышь, реально. Какая-то мышь наружка, ребят. Как вам Тенчис? Блин, что это такое? Что за гений инженерной мысли сделал такой? Не могу, просто не могу. А борт у него сколько? Борт 40, да? То есть, 122 миллиметра нас будут пробивать. То есть, отборчик, ты тоже. Ну, короче, не знаю, что сказать. Ну, ставить-то я в любом случае буду, да? Минимальная ставка. 50, 50 тысяч. О, это много, кстати. Это, кстати, много. Ну, пока такую поставлю ставку. А там подумаю, если че. 22 111 поставлю. С молотка, ребят, накормили нас. Ага. Ну, вы видели, да? Под ТТХ что-то так себе, если честно. Прям максимально так себе. Типа, ну-ка, Бизонта, дайп, смотрю. 40 секунд, полная перезарядка барабана. 40, Карл. Добавить сравнение. Давай, ну-ка, Бизонта зарядим. Посмотрим, сколько у него будет. У Бизонта же тоже 360, видите, да? Так, тут полевой модернизации на ХП нету. Так, допустим, допаёчек стоит, да? Допаёчек стоит, стоит, стоит. Так, мы там ставили всё на стрельбу. Давай тоже здесь поставим всё на стрельбу. Можно меня не выкидывать? Я хочу зарядить оборудку полную. Ну, по сути, мне только вентиль надо поставить, чтобы максимально достичь перезарядки. И вот мы собрали Бизонта, ребят. А у Бизонта полная перезарядка 38 секунд. То есть, я же говорю, это Бизонта, ребят. Один в один. Там 39 секунд, здесь 38. 146, там что-то 16, да, секунд. 129, 10, 3. Ну, там тоже первое десяточку заряжается. Но только здесь, во-первых, запас прочности побольше. Там 1300, здесь полевой модернизации 1450. На 150 единиц больше. Плюс у Бизонта нету лючка на голове. Плюс у него бронирование башни нормальное, адекватное, да. Точность похуже, кстати, будет. Там 0.3, здесь 0.32. И время сведения у них приблизительно одинаково. Но я говорю, это Бизонта только в другой обёртке. Один в один. А такой вопрос. Даже у Бизонта максимал, кстати, больше. Там 40-кет здесь полтишок. Но там у делка 16, да. То есть, это будет достаточно такая манёвренная стеха, но вообще не быстрая. От слова совсем. Ну, короче. А теперь просто один вопрос. На один мне вопрос ответить, ребят. Бизонты вообще в рандоме часто встречаются? Я нет. Ну, типа 3к на нём можно будет сделать на МБТ, но это 3к будут не сделаны с удовольствием, да. А через пот, кровь, нервы и всё такое. Вот эти 3к будут сделаны. Продолжение следует...